Здравствуйте! Сегодня мы разберем 33-й псалом «Перек ламет гимел». Это один из псалмов субботних псокеиды земра, дополнительных псокеиды земра. В субботу, в субботу и в празднике по сравнению с буднями, одним из них является этот псалом. Первый псок. «Аранинутся веким баадуной, лаишарим наваты гила, воспойте праведнике Всевышнего, прямым подобает восхваление, прославление. Ла ранен – воспевать, рина – радостная песнь, и шарим – прямые, прямые, честные, вы еще прямыми путями». Именно ими подобает возносить хвалу Всевышнему, потому что в их устах это наиболее чистая, беспримесная хвала. «Нава» – подобающее, подходящее, связано с корнем «алиф, ваф, эй», корень «желать что-то». «Леавот» – желать, «легитавот» – страстно желать. Отсюда слово «таава» – страсть, страстное желание. Значит, с «вавом» они пишутся, надо иметь в виду. «Нааве» в «нефале» – это «желанный». «Желанный» в переносном смысле подобающее, подходящее. «Нааве». «Наава» в женском роде. «Алиф» ослаблен был в итоге. Такое чаще всего бывает вебрите в конце слова, но иногда бывает и в середине. И вместо «наава» – «нава». «Алиф» пропадает, и эти два «а» сливаются вместе. «Нава» – «наве» – «желанный». Второй посуд. «Годуло адуной бехинор, беневеласор замруло». «Восхваляйте Всевышнего кенором и десятиструнным невелем воспевайте ему». В современном языке кенор – это скрипка. Вообще, значит, в классическом – это нечто вроде малой арфы, арфа, лира, что-то вот такое вот. «Невеласор» – это тоже, значит, вид струнного инструмента, тоже, значит, арфа, условно назовем, с десятью струнами, десятиструнная арфа. «Невеласор». Третий посуд. «Шируло ширхадаш» – «Гайтиу на ген битруа». Воспойте ему песню новую и разукрасьте, как бы, исполнение трублением. «Ле гейтиф» – «делать что-то лучше», слово «тов». «Ле гейтиу на ген» – «делайте как можно лучше, как можно красивее». «Ле на ген» – это, значит, исполнение на инструменте музыкальном. «А труа» – «трубление». «Трубление в рог». «Ле гарри отрубить». Четвертый посуд. «Ки ешар дварадуной выхол ма ассегу ба емуна, ибо прямо слово Всевышнего и все его деяния – вере», то есть с верностью, с надежностью. Пятый посуд. «Огев цдакау мишпат, хайся дадуной мала ага арец». Любит он цдаку и суд, правосудие. То есть цдака – это благотворительность, дарование той доли, которая положена, с какой-то прибавкой от себя. То есть, мы уже об этом говорили, цедак – это справедливость, все, что положено. Цдака предполагает еще немножко, значит, с верхом, как бы, с элементами дарования. Широкой такой рукой. Цдакау мишпат. А мишпат – правосудие. Хесед – это уже непосредственно, значит, щедрое дарение. Значит, щедрым дарением со стороны Всевышнего полна земля. Шестой посуд. «Бедва родуной шамаем на асу, увырёх пив, кольцева ам». Словом Всевышнего небеса были сделаны, а духом уст его все их наполнение. «Цава» – это, значит, собрание, сон, наполнение. Чаще встречается в значении армия, но имеется в виду, армия – это большое количество людей, собравшихся вместе. Седьмой посуд. Собирает стеною воды морские. Собирает в закрытое пространство бездный вод, чтобы они не затопили землю. Значит, такой комментарий даётся на эти слова. «Конес, конет, мегаям» – это напоминает рассечение вод Ямсуфа при переходе через них по дну моря. Слово «нед» – это вал, это стена, буквально это вал. Слово «леганит» – это отталкивать, толкать, отталкивать. «Ленадот» – близкий корень, означает «отлучать», то есть тоже отталкивать. «Бойкот» – не дуй. Отлучение, бойкот. Отталкивать, отстранять. «Нед» – это то, что, значит, вот так вот, как бы землю её отталкивают, отталкивают, и возникает вал. «Тегомот» – это бездны, значит, «нотен бы отцарот» – это тегомот. «Отцар» – это что-то такое замкнутое, что-то ограниченное. Это родственные корни «цар», узкий. «Отцар» – это что-то такое вот, какая-то такая замкнутая ёмкость, отграниченное что-то. И чаще всего употребляется в значении сокровищница, сокровищница, драгоценности. Но здесь, значит, в другом смысле, именно как некие хранилища. И так вот Всевышний устраивает воды, воды земные, воды небесные. В общем, всё, что связано с идеей воды, со стихией воды, Всевышний устраивает, чтобы это не мешало жизни, чтобы вода давала жизнь этого мира и не мешала избыткам. Пятый пасук, восьмой пасук. «Ир у меаду ной колга арец, мемену я гуру колги швей тэвэль». Значит, трепещите перед Всевышним, трепещив перед Всевышним вся земля, убоитесь его, да убоятся его все живущие на земле. Обитатели земли. «Ир у», «Ир у» — это будущее время, даже, точнее. «Дау бая», да вострепещет перед ним вся земля. Здесь множественное число, потому что он имеет себя в виду «обитатели земли». «Мемену я гуру колги швей тэвэль». Тэвэль — это в современном языке Вселенная, вообще это обитаемая земля. «Кольги швей тэвэль» — это именно обитаемая земля, обитатели земли. А там имеется в виду все, все, что есть в мире. В первой части пасука. Слово «лагур» имеет три значения, мы поэтому уже, по-моему, упоминали. «Лагур» — это от слова «тянуться», «гурэр» — это «тянуть», «тащить», «тянуть». «Лагур» — это «тянуться куда-то», куда-то, значит, «продвигаться». «В зависимости от предлога» имеет три разных значения, хотя три разных перевода на русский язык еще точнее. Значит, «лагур» — «бэ» — где-то, «бэ» — это «внутри», «лагурбэ» — это «обитать». То есть куда-то вот прийти и там остановиться. «Гэр» — отсюда, значит, «пришелец». Он прошел, пришел, вот, значит, разбил шитер здесь, выбран место жительства. Как правило, непостоянное. Может быть так, может быть сяк. Здесь подчеркивается именно то, что он пришел, именно лагур. Второй, значит, предлог — «лагурми». «Лагурми» — это как бы оттянуться откуда-то, отпрянуть, отодвинуться. И ассоциируется именно со страхом, боязнью. «Мемену ягуру» — от него как бы отпряньте, то есть его убоитесь. Отсюда слово «магор», именно от этого значения корня «магор» — это страх. «Магор» — «мегора» — страх. И, наконец, предлог «эль» или «лэ» — это предлог направления, это притянуться куда-то. Значит, гуру, гару элав, гару элав, то есть собрались, сдвинулись к нему, то есть ополчились на него, обступили, собрались для какого-то враждебного действия. Поэтому зависимость его предлога или где, или откуда, или куда переводится по-разному. Хотя исходное значение слова «лагур» — это тянуться, тянуться, передвигаться как-то так вот, постепенно, с идеей постепенности передвижения. Девятый послук. Ибо он сказал, и стало, и возникло, он повелел, и оно, значит, встало. «Еге» — слово «иге» — да будет, ва «еге» — и было. Десятый послук. Всевышний разрушил, нарушил, разрушил замысел народов и воспрепятствовал, удержал, не дал, значит, реализоваться мыслям народов. То же самое, можно перевести, это синонимы. «Легафер» — это «нарушать», или «легафир», иногда, значит, вообще корень «пэйрэшрэш», то есть двухбуквенно удвоенный, поэтому «легафер», «мэфер». Но иногда, значит, оно «э» превращилось в «и», то есть как будто бы корень простой, стало «легафир». Значит, такие чередования вполне возможные. «Гефер» или «гефир». Родственные, значит, родственные слова того же корня в другом беньяне. «Лефарер» — это «крошить», «раскрошить», «перюрим крошки». Значит, особенно, что «легафер» — «нарушить», то есть «раскрошить» в каком-то смысле слова. «Эца» — это «зам», это или «совет», или «замысел», мы уже об этом говорили, по контексту, в данном случае «замыслы», «замысел». «Легани» — корень «нун», «вав», или «нун йод алиф», «нун вав алиф». Здесь сказать трудно, эта роль не играет, как правило, в беньяне «гефир» встречается. «Легани» — это что-то воспрепятствовать, не дать чему-то совершиться. Одиннадцатый посук. «Атца тадуной лаулам таамод» — «махшивот либо ледор вадор» — «замысел Всевышнего навсегда устоит». «Мысли сердца его на поколение и поколение, из поколения в поколение». Денадцатый посук. «Ашрей га гой ашрей радуной лугаф, гаам бахар ле нахла ло». «Блажен, счастлив народ, чей бог Всевышний, народ, который он избрал в свой удел». Гой ам синонимы. Нахла удел. Тринадцатый посук. «Мишама им гиби тадуной, раа эт коль бней га адам». «С неба смотрит, смотрел, смотрит Всевышний, увидел всех сынов человеческих». Четырнадцатый посук. «Мимхон шифтоги жгиах, эль коль юшлейга арец». «С места пребывания его наблюдает за всеми обитателями земли». «Махон» — это некая основа места пребывания. от того же корня, что слово «нахон». «Нахон» — это верный, надёжный, покоящийся на каком-то основании, обоснованный нахон. Слово «кан», «кан», «кана» — это подставка, опора. Отсюда, значит, слово «легахин» — это приготовить, то есть как-то поместить на опору, сделать надёжно, окончательно. «Махон» — это опора. «Мимхон шифтог», то есть с места его пребывания, такого надёжного, устойчивого, постоянного. Всевышний «легашгих» — это наблюдать, взирать, наблюдать, обозревать отсюда «машгих» — наблюдатель. «Гашгаха» — это наблюдение, надзор, проведение. «Гашгаха» — «мимхон» шифтоги «жгих». Пятнадцатый посуд. «Айоцер яхат либам, амывин эль-кол маасэгэм». «Создающие вместе, то есть едино их сердце, понимающие все их деяния». Значит, смысл этих слов «создающие едино их сердце вместе». Значит, их сердца — это как бы части одного большого сердца, сердца сынов человеческих. Значит, сердца людей созданы в единстве, то есть во взаимных духовных переплетениях, переходах, связях, которые зримы Создателю, и ему открыты все мысли и дела человеческие, поскольку ему открыты все переходы между настроениями, между сознаниями людей, между их сердцами, создающими вместе единое большое сердце. Поэтому, значит, ему и видны, собственно, вся подноготная поступков. Все сознание, подсознание и переплетение, главное, между сознаниями разных людей. Значит, все связи душ и ответственность их друг за друга, друг перед другом, а всех вместе перед Создателем открыты именно сверху, Всевышнему, а люди просто должны знать, что это существует, исходить из этого, и быть осторожными, аккуратными, вдумчивыми в своих делах и в отношениях друг к другу. Пятнадцатый посук. Шестнадцатый, простите. Царь не спасается большим воинством своим. Гебор, герой, не найдет спасение мощью силы своей. Эйн гамелех ноша, вместо гамелех эйнену ноша, эйноноша, эйн гамелех ноша. Вот эта вот форма, она в языке Мишны очень была распространена. Когда эйн стоит перед существительным, а после него идет причастие. Это отрицание причастия, то есть форма настоящего времени. Эйн гамелех ноша, не спасается, не находит спасения. Ешуа, спасение. Легушия, спасать. Йод переходит в вав. В Ефиле то же самое и в Нефале. Ноша, вместо йода вав. Ноша спасается, спасаем. Беров хаэль, значит, множеством воинства своего. А гибор, ну, ло и нацель, синоним слова, значит, лэгиваша, лэгинацель. Лэгиваша это больше касается каких-то духовных вещей, лэгивацель более земных. Ну, в принципе, это синонимы. Гибор ло и нацель беров коах своей личной силы. Семнадцатый пасук. Шекер осусли тшуа у воров хейло ло ямалет. Ложью является надежда на коня, что он, значит, может спасти, вынести из опасного места. И мощью силы своей он не спасет, не вынесет. Тшуа это, значит, синоним слова ешуа, употребляется в более обычном таком земном смысле слова. Именно тшуа, йод пропадает, тшуа. Хаэль это сила, чаще всего имеется в виду сила сборная, воинство какое-то, но и какая-то такая мощь какого-то существа, человека, животного, хаэль, внутренняя какая-то сила. То есть в этом смысле синоним слова коах. Значит, силы своей, в данном случае идет уже о коне, он ло ямалет. Ле малет это выносить, выносить из поля боя, дать возможность сбежать. Немлад, спасся бегством. Немлад в Нефале, ле малет в Пиэле, значит, спасать, вынести прямо с поля боя, из опасности. Восемнадцатый пасук Вот глаз Всевышнего к трепещущим перед Ним, к богобаязненным, надеющимся, уповающим на милость Его. Ле яхэль уповать Пятнадцатый, девятнадцатый пасук Ле хациль мимавит навшам, у ле хайотам бараав Дабы спасти от смерти душу их и давать им жизнь в пору голода. Ле хайот, это поддерживать существование, поддерживать жизнь. Ле хьот жить, ле хайот, поддерживать жизнь. Мехае. Мехае нефеш, дающий, значит, оживляющий душу, оживлять. Но оживлять в смысле поддерживать жизнь. Двадцатый пасук Душа наша ожидала Всевышнего, ждала Всевышнего, помощь наша ищит наш Он. Магэн, от слова ле хагэн защищать, магэн это щит защищающий. И двадцать первый пасук Ибо в нем ему возрадуется сердце наше, ибо именем, на имя святости Его мы полагались, мы верили. Битахон, лифтоах, это верить, полагаться кивишем кудшова тахну. И последний, завершающий пасук Да будет милость Твоя Всевышний на нас, над нами, как мы и уповали на Тебя. Ле яхэль, только что мы встречали этот глагол, уповать, в прошедшем времени, и хальну, кашэр, и хальнулах, как мы и уповали на Тебя. На этом мы разбор этого псалма заканчиваем.